Мир вам, дорогие друзья, наш семинар «Успешный миссионер» сегодня мы будем размышлять над темой по вере вашей. Вам приходилось раздавать газеты, и часто, когда вы предлагаете человеку взять газету, есть люди, которые берут, а есть, которые отказываются, а есть, которые просто вас игнорируют. Что делать? Каким образом можно предложить наше печатное издание так, чтобы оно принесло пользу человеку, которому мы хотим его предложить? Этот вопрос может показаться риторическим, но очень актуальным и правильным. Люди, к которым мы обращаемся, это люди, которые идут, они чем-то могут быть заняты, они могут куда-то спешить, у них есть какое-то дело или переживание. Вдруг перед их взором появляется картинка. Зачастую люди могут перепутать ее с самой обычной рекламой, и поэтому просто ее проигнорировать. Это может вызвать неправильную ассоциацию или так далее. Что делать? Каким образом преподнести нашу публикацию так, чтобы человек узнал ее и смог бы сделать свой осознанный выбор? По вере вашей будет дано вам. Эти слова принадлежат Иисусу Христу. Это Он сказал эти слова. Эти слова актуальны и на сегодняшний день. И то, что будете верить вы, будет воздано и вам, и человеку, с которым вы встретитесь. Если вы действительно убеждены, что эта газета необходима человеку, которому вы подошли сейчас или который подошел к вам, то и говорите о своей вере этому человеку. Мы хотим, чтобы человек прочитал газету и сделал осознанный выбор. Поэтому возьмите и прочитайте газету. Или же прочитайте ее. Дорогие друзья, это очень действенный метод. По вере нашей действительно воздается нам. Люди, к которым мы обращаемся с просьбой, возьмите и читайте газету, они сразу начинают нам обещать, да, хорошо, возьму, прочитаю, я обязательно буду читать эту газету. Мы не знаем, прочитал человек газету или нет. Но то, что он ее не выбросил, а положил в сумку или в карман, или держит в руке, это мы видим. И то, что человек имеет намерение и желание, и он получил частицу нашей веры, это уже факт. Поэтому, дорогие, дальше зависит все от нас. Мы посеяли семя. И как важно не забыть о посеянном семени. Чтобы это семя взошло, его нужно поливать. Совершайте молитвы о сделанной миссионерской работе, о каждой розданной газете или о каждом буклете, который вы отдали в руки человеку. Молитесь о том, чтобы Дух Святой коснулся сердца этого человека, и человек захотел не только услышать истину, но быть покоренным этой истиной. И пусть Бог в этом поможет. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...